Как у вас дела? Будет сюрприз. Домашние все выполнили? Да. Ребята, у нас сегодня, как и обещали, сюрприз. У нас сегодня приглашенная звезда, продюсер мюзиклов таких как «Кабаре», «Ромео» и «Джульетта», «Ледяное сердце» и много других. Основатель Московской вокальной академии и творчества Вячеслав Гнида. Сегодня его. Давайте поприветствуем. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Вы занимаетесь, как давно занимаетесь этой группой? На кого учитесь? Писать текст на рэп. На рэпера, да? Хотите читать рэп? Как по вашему рэпер? Это артист или это поэт? Кто это? Это поэт-артист. Поэт-артист. Но в первую очередь он кто, выходя на сцену? Артист. Артист? Да. Ну, вот смотри, был такой большой, великий писатель Зощенко, Михаил Зощенко. Если я не знаю, знаете, вы проходили по школьной программе или нет. Он писал очень интересные произведения, которые выглядели как шутка, как хилейтон. Они очень яркие, сочные. И различные артисты театров про левую тексту читали, и благодаря их исполнению текста Зощенко приобрели огромную популярность в 20-30-е годы в России. Зощенко как-то подумал, почему мне самому не читать и заодно и деньги зарабатывать. Я как бы сам написал, сам прочел. Но его ждал очень большой провал после того, как ему казалось, что он хорошо прочел. Публика безмолвствовала, не реагировала никак, не смеялась, ну, так взяла, аплодировала, поддерживающая. После чего он очень расстроился, сказал, ну да, читать, видимо, не мое. Так, кто в первую очередь успешный рэпер, да? Артист. Артист. Рэпер сам себе пишет тексты или читает человек тексты? Ну, когда так. Всегда по-своему. Он может заказать текст. То есть рэпер – это человек, который выходит на сцену. Артист. Как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, выходя на сцену, если он, вообще, должен обладать какими-то качествами? Передавать энергетику. Cаризму. Красноречие. Красноречие. Красноречие? Он иногда читает и чужие тексты? Уметь на публику работать. Уметь работать на пzewу? Передавать энергетику. Энергетику. Хорошо. Хорошо двигаться на сцену. А девочки у нас молчат. Вы собираетесь рэпером постановиться? Да. Вы также компонент пришли. Мне кажется, я должна попытать свою фишку. Вы сказали как бы всё правильно и всё это присуще человеку, уходящему на сцену, которого мы условно назовём рэпер. Вы не сказали по поводу звукоизвлечения. Для меня это было не очень понятно, потому что вы занимаетесь уже две недели. В этом случае вы уже должны были либо подумать, либо поговорить о том, каким образом человек извлекает звук, каким образом этот звук выходит у него, так, чтобы не сбиться, так, чтобы хватило дыхания на произнесение определённого действия. То есть вот одно из направлений, которым мы займёмся в нашем мастер-классе, это будет основы правильного звукоизвлечения. Правильно сказали, человек должен обладать либо харизмой, либо какими-то основами актёрского мастерства, потому что если он просто выйдет и будет бугнить под носом, это будет как минимум неинтересно. То есть все рэперы, которые тем или иным образом прославились, они все такие яркие, ну, там таких вот серых мышек нет. И третье, о чём я тоже хотел с вами поговорить, это о сценическом волнении, или как его ещё называют, страх публичного выступления. У вас есть страх публичного выступления? Да. Поднимите руки, у кого нет страха публичного выступления. У всех есть, да? И правильно, то есть если бы не было этого страха, не было бы этого волнения, не было бы той энергии, которую вы могли черпать, и той энергии, с которой вы можете делиться со зрительным залом, со своим слушателем. Потому что если вы не боитесь выступать перед публикой, то в таком случае вам на публику наплевать. А публике, соответственно, наплевать на вас. Понимаете? Вот эта связь, вот эта энергия, ваш страх, который вы трансформируете в драйв, там, в артистизм свой, это и есть та связующая нить, которая связывает вас и зрительный зал. Немножко понятно, о чем я говорю? Да. Понимаете? Итак, три направления мы с вами выбираем. Правильное звукоизвлечение, основу актёрского мастерства, и как нам обходиться со страхом публичного выступления. Как вы думаете, с чего мы начнём мастер-класс? С разминки. Правильно. С какой? Дыхательной. Нет. Я бы ещё начал ещё раньше. Называется эта разминка артикуляционной. А мы делаем разводы. Делаете артикуляционную разминку? Витя, ну иди сюда, я на тебя буду. Артикуляционную разминку делаем сидя, смотрим, как Витя делает. И делаем то же самое. Сядьте поудобнее, отложите ручки. Они вам сейчас не нужны. Поставьте телефончики в режим вибро-сигнала. Чтобы у вас не отвлекали. Да. Первое упражнение называется дудочка-улыбочка. Максимально вытягиваем губы вперёд, не обнажая зубы. И потом выводим губы в улыбку. Но при этом не размыкая рта. Пожалуйста, начинайте. Молодцы. Упражнение называется пас-ваб. Каким образом они знают? Они знают, да? Тогда встаньте, пожалуйста. Упустите голову. Так, чтобы максимально было ослаблено дельцом. Спасибо. Молодцы. Хорошо. Давайте попробуем. Спасибо. Продолжение. Поговорим немножко о дыхании. Что вы делали на гимназии? Правильно, да. Хорошо. Веди, пожалуйста. Как тебя зовут? Ваня. Ваня, вдохни, пожалуйста, воздух. Он поднимает как бы плечи. На самом деле он дышит верхними долями легких. И в этот момент он ловит горловой зажим. То есть он в этот момент, в этот момент, в этот момент, у него плечи поднимаются, и верхняя часть у него напрягается. И он, в принципе, в рейте он продержится, ну, может быть, от силы полторы минуты. Дальше у него будет очень сильное напряжение. Он сомнется и будет сих пор чувствовать. Почему это происходит? Потому что это вот, как вы привыкли дышать с вами в обычной жизни, вот это вот. Это не дыхание. Это дыхание верхними долями легких. Дышим мы в живот. Ваня, покажи, напрягай. Ну, то есть отдохни в живот. Вот. Плечи, гортань, мышцы лица свободны абсолютно. И по мере того, как ты поджимаешь живот, у тебя воздух свободно выходит. Давайте через упражнение чуть-чуть еще раз повторить. Вставайте. Набираем воздух в живот. То есть, смотрите, вы когда поете рэд, или вы говорите, или вы просто что-то делаете. Ну, просто какой-то текст читаете. Особенно это связано там с рэпом. Вы читаете, вам для того, чтобы набрать воздуха, совсем не нужно времени. У вас все. Воздух в животе. В животе это значит, ваши легкие полностью наполнились воздухом. И по мере того, как вы поджимаете живот, можете говорить эту фразу бесконечно долго. Говорить, 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 говорить. А если вы вот так вдохнули? Да, что вы скажете? Раз, два, три. Все. Воздуха у вас нет. Он у вас кончился. Поэтому набираем воздух всегда в живот. Положите ручки на живот, чтобы контролировать этот процесс. Набираем. Давайте воздух. В живот. И через упражнение. Через такое стомкнутое очень. Давайте прямо поджимая живот пять раз и последнее тянем. Иван, смотри, и ребята тоже. Для того, чтобы набрать воздух, вам вообще времени не нужно. Вот смотрите. И полные легкие. Набирает живот. Вот. Полностью легкий набор. То есть не нужно какой-то дополнительный делать работы по забору воздуха. И теперь тройные ч-ч-ч. Фраза у рэпера, она может быть долгой, бесконечно долгой. Поэтому ты тропленный. Молодцы. Хорошо. Спасибо, Аня. Вить, что вы еще делаете по гимнастике, по отдыхателям? Все хорошо. В основном делаем еще шстри, штра, шстро. Ну, давайте сделаем. Да, давайте. По снадарту помним, да? Штри, штра, шстро. Штри, штра, шстро. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Александр Министр, мы с вами поговорили о правильности сухоизлечения. Самое главное это помнить вот этот момент, да, о том, что забор воздуха у вас начинается именно в живот. И это не зависимо от того, что вы выступаете, говорите, друг с другом разговариваете. Помните, что у вас забор воздуха вот таким образом происходит. Вы набрали воздух в живот, и по мере того, как вы косыми мышцами его живот поджимаете, у вас воздух спокойно уходит. То есть это основа. Как вы думаете, для чего артисту, в том числе и рейдеру, нужно заниматься, прокачивать себя в актерском мастерстве? По слову артисту. Лети скучно не было. Чтобы он не стоял просто с пустым лицом и не пил. Занимаясь артистским мастерством, мы еще от чего избавляемся? От страха публики. От страха, от зажимов, от боязни выглядеть плохо. Потому что если человек думает о том, как он сейчас выглядит, это самый большой зажим. То есть в этот момент человек больше ни о чем не может говорить. Только о том, как он выглядит, и о том, что о нем скажут люди. То есть для того, чтобы вы вышли на сцену и были яркими, радостными, вам нужно достичь некого такого открытого состояния. Чтобы достичь этого открытого состояния, мы с вами сейчас поиграем немножко. Знаете, в виде игр, не таких легких упражнений. Поиграем в актерские игры, в которые играют все на свете артисты. И начиная от Ди Каприо, заканчивая в Ханецке. То есть это одна общая школа базов, в которой собраны различные такие актерские моменты включения. То есть вам сейчас нужно побыть в таком состоянии детей и не переживать о том, как вы выглядите. Хорошо? Давайте расцвеним стульчики подальше. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы сейчас ходим спокойно, свободно по сцене. Вот ваша пространство. Правильно распределяться пространство – это тоже очень важно для артистов. Человек, выходя на сцену, должен занимать сцену всю. Неважно, где он стоит. В центре, он стоит сбоку. Вы должны быть такими, что люди, зрители понимают, что вы вышли на сцену – вот вы одни. На сцене вы прям вот всю эту сцену занимаете. Мы сейчас с вами ходим. У нас такое Броуновское движение. Вот в это пространство, предложенное где световое пятно. И каждому встречному человеку корчите рожу. И это рожа каждый раз разная. То есть без каких-либо предрассудков, без оценки. Просто ходите, встречайте с человеком, корчите рожу, пошли и дальше. Давайте, поехали. Музыки у нас нет? Старайтесь распределять себя в пространство так, чтобы… Хорошо, помогите. На следующее упражнение вы подходите. Видите, немножко по фотографии. Включайте свое воображение. Вы подходите. Видите, здесь одно большое зеркало. Смотрите на свое отражение. Внимательно разглядывайте его. Посмотрите, как вы выглядите в этом отражении. Вы знаете, есть еще такие зеркала, они называются кривые. И это очень смешно. Посмейтесь, глядя на свое отражение, на отражение смеется. Фантазируйте, представьте. Смотрите, следующее упражнение. Здесь такой большой закрытый коллайдер. Вы знаете, а кто? Сейчас я прошу вас в течение 30 секунд вспомнить все свои какие-то неурядицы, какие-то обиды, которые с вами встречались за последние два недель. И когда их лопну в ладоши, этот коллайдер откроется, и вы, правильно набрав воздух именно в живот, с таким криком прям левым и с таким посылом руками туда, отправляете вот эту всю фигню, которая у вас там накопилась, в этот коллайдер. Следующий раз лопну в ладоши, он закроется, и это все останется там. Хорошо? Опустите голову, давайте сборки. Как вас звучало, например. И заденьте только связки, набирайте их в живот, поджимая живот прямо с таким криком. Коллайдер открыт! Коллайдер закрыт. И все, это все, на что вы способны, это все, на что вы сможете. Поворачивайся. 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 Упражнение называется пробежка по лесу. Мы с вами бежим вот таким легким, легкой грузсой, мы бежим с вами по лесу. Когда я говорю бревно, вы перепрыгиваете. Когда я говорю камень справа, вы уклоняетесь куда? Влево. Правильно, чтобы вам балку камнем не задело. Когда я говорю камень слева, вы уклоняетесь? Правильно. 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 Когда я говорю собаки, вы делаете вот так. Бах! Маворачиваетесь и вот так. Бах! Когда я говорю шлагбаум, вы приседаете, чтобы вас не задело. Когда я говорю молния, вы замираете, у вас пополам. Хорошо? Побежали. Побежали. Бревно. Берем внимательный. Бежим дальше. Бревно. Собаки. Да! Собаки. Да! Собаки. Да! Собаки. Бревно. Молния. Замерли. Молодцы. А сейчас следующее упражнение. Я хлопаю в ладоши. По мере того, как я хлопаю в ладоши, вы каждый раз принимаете позу, напряженную позу. И эта поза у вас каждый раз разная. Подумайте, какие там могут быть позы. Поехали! Поехали. 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 И как за сельское пускадение. Отрываемся прямо. Танцую, танцую. Давайте. Блин, сильнейший такой яркий. Пусть. Давайте, давайте. Силей, сильнейший. Силей, сильнейший. Силей, сильнейший. Так. Что надо? Да. Давай, давай, давай. Спасибо. Спасибо. Смотрите, сейчас у нас с вами упражнение на ваше внимание, ваше эмоциональное проявление в предложенных обстоятельствах. Сейчас мы с вами будем очень трепетно и очень внимательно проделывать следующее упражнение. У меня в руках котенок. Маленький. Зеленый. Зеленый котенок. Спина. Ваша задача. Как тебя зовут? Артем. Вот я его сейчас дам Артему. Вот котенок. В полной тишине. Нужно выключить. В полной тишине. И Артем как тебя зовут? Лиза. И Артем передаст Лизе этого котенка. Аккуратненько. Аккуратненько. Лиза дальше передаст Нижане. И Снижана передаст дальше. И выдав. И потом как тебя зовут? Никита. И у Никиты этого котенка заберут. Ваша задача это проявить свое отношение к происходящему. Ну это должно быть по-настоящему. Вы сейчас артисты. Вы сейчас не обыватели. И ведете вы себя не как обыватели. А как ведете себя как профессиональные артисты. Вам нужно высказать свое отношение к происходящему. Передать этого котенка по кругу. И сделать это максимально треперно. Осторожно. Чтобы этот котенок не проснулся. Хорошо? Смех этот тоже зажим. Мы сейчас от них освобождаемся. Но снимем İdко. Поехали. Его понравились. .. Его позвонили. Спасибо. Просыпаюсь. Молодцы. Хорошо. Вы поняли, что это называется «побыть в роли». То есть ваш выход на сцену всегда – это некая роль. То есть, если вы вышли на сцену и просто ржёте, то тогда вы публика. Если вы вышли на сцену и работаете, тогда вы артисты. Хорошо? Вы все артисты? Да. Продолжаем. Упражнение направлено на коммуникацию. Артём, начинаем, например. Вы все друг друга слышали? Да. Все? Ты хорошо всех знаешь? Да. Как тебя зовут Настя? Артём, допустим, говорит Насте следующий текст. Знаете, как? С песни текст не выкинешь, поэтому текст у всех один тоже. Ты говоришь, Настя, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Настя говорит, спасибо, Артём, ты тоже. И так пока у нас все ему скажут. А начинаем мы с ней. Настя, ты сегодня такая красивенькая. Зайки, вот обратите внимание. Рэпер, выходя на сцену, должен быть сверх внимательный. И даже при подготовке тоже. Я несколько раз вам специально сказал текст. Я сказал, Настя, как прекрасно ты сегодня выбрал. Спасибо, Артём, ты тоже. Да. И Настя начинает. Как красиво, здорово, так хорошо. Господи. А ведь такая. Выбираешь, кого ты выбрал? Настю. Говоришь, Настя, как прекрасно. Настя, как прекрасно. Настя, хорошо, отлично. Никита, вы сегодня очень прекрасно выглядите. Спасибо, Артём. Котёныч, не смотрите. Это не Пинон, не Южно. Вы в каком классе уже вычетесь? Я. Никита. Никита, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Ни мы с тобой, как ничего. Вы понимаете, что простейшая фраза, которая невозможно запомнить. А у рэпера их миллион этих фраз. И каждую нужно помнить наизусть. И очень чётко, и хорошо, и правильно поговорить. Давай с ними начнем. Яна, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Вова, ты тоже. Лиза. Как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Яна, ты тоже. Как прекрасно выглядишь. Спасибо, Женя, ты тоже. Настя, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Ваня. Спасибо, Ваня, ты тоже, Тёма, как прекрасно ты сегодня видишь. Спасибо, Настя, ты тоже, Снежана, прекрасно ты сегодня видишь. Спасибо, Тёма, ты тоже. Как прекрасно ты, Лиза, выглядишь сегодня. Нет, ты вышла и вместо фразы, какая нужна у тебя, сказала сначала в середине, к концу, потом добилась к началу. Сформируй её сначала в голове. Как прекрасно ты видишь сегодня. Лиза, как прекрасно ты сегодня видишь сегодня. Нет, смотри, Лиза, как прекрасно ты сегодня видишь. Лиза, как прекрасно ты сегодня видишь. Спасибо, Снежана, ты тоже. Яна, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Лиза, ты тоже. Артём, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Яна, ты тоже. Настя, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Артём, ты тоже. Волга, как прекрасно ты сегодня выглядишь. Спасибо, Настя, ты тоже. Женя, как прекрасно ты сегодня выглядишь! Спасибо, ты тоже. Настя, как прекрасно ты сегодня выглядишь! Спасибо, Женя, ты тоже. Ваня, как прекрасно ты сегодня выглядишь! Спасибо, Настя, ты тоже. Никита, как прекрасно ты сегодня выглядишь! Спасибо, Женя. Ты тоже. Все, 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 все. Спасибо, Никита, ты тоже. Все сказали, да? Дорогие, я хочу обратить ваше внимание на то, что, видимо, связано с тем, что мы сейчас мало в обычной жизни коммуницируем, мы еще больше играем в гаджеты, в компьютеры и так далее. Но нас со своей смесью взрывами общались. Мы практически разучились открывать рот. То есть в вашем случае это звучало примерно так, Настя. Прекрасно. Понимаете, это ведет к тому, что мы начинаем друг друга спрашивать, что ты сказал? Да нет, что ты не слышал. Наше отверстие для звукоизвлечения – это, в первую очередь, ротовая полость. И чем шире и утрированнее вы будете открывать рот, чем четче вы будете произносить текст, звуки, слова, буквы, тем качественнее у вас будет получаться продукт, тот музыкальный продукт, который вы будете презентовать на сегодня. Хорошо? Давайте хотя бы в этом пространстве мы с вами попробуем открывать рот широко. Если вы обратите внимание на артистов, уступающих на сцену, у них рот всегда утрирован широко открыт. Потому что если он будет сцеплен в такой замочек, вот такой, да, тогда не будет звук выходить, тогда не будет ни песни, ни тексту. Вот так вот он будет, что-то в таком виде. Хорошо. Давайте сядем с вами, вот эту вот створочку откроем, в кулису. Ну, в полу. 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 Смотрите, в этом упражнении. Вам очень нравится что делать? Да. Да? Не скучно? Нет. Сейчас мы с вами по очереди. Мы выходим на сцену. Нашу сцену на сцене. После того как я опущу ладонь на наше плечо, вы выходите и произносите одним словом то, что вы любите больше всего на сцене. Ну, например, на свете. Например, я опущу ладонь на сцену и говорю ХАЛВУ! К примеру. После чего прохожу и сажусь на стул. То есть ваша задача за одно слово презентовать себя как артиста. И рассказать всему миру в одно слово, что вы любите больше всего на свете. Хорошо? Поехали. ВОТАЛ. Хорошо. Друзей. Хорошо. Покажи, смотри, смотри. Серёжу слава сына, вот замени. Друзей. Вот наша задача. Хорошо? Давай ещё раз. Кто-то любит больше всего на свете. Может, другое что-то, да? Я люблю друзей, друзей, людей, взоривность, кроссовки, общение. Родителей, трек, мороженое, поезд, семью. Маму. Еданку. Мультики. Пианино. Еду. Кота. Сцену. Одежду. Хорошо. Давайте всем всем поклоним. Мы выполняем задачу. Сейчас в наши зажимчики пойдут. Мы выходим на сцену. Вот центр сцены. Вот ваш зрительный зал. Вам нужно сыграть следующий интеллект. Вы выходите на сцену. Поворачивайтесь налево. Видите там что-то очень смешное. Подходите, смеетесь. Прямо ржет. Отступаете. Проходите центр сцены. Это упражнение, оно хорошо по всем параметрам. И на определение сердца, и на проявление эмоций, и на снятие зажима. Отступаете. Поворачивайтесь направо. И видите там что-то страшное. Капец. Пугаетесь. Отступаете от этого страшного. Поворачивайтесь. Видите смешное. Я держу. И так пока я не скажу все. Хорошо? Погнали. Давай. Начинаем с центра. Еще главный очень важный момент. К публике мы ни в коем случае не поворачиваемся спиной. То есть артист никогда не стоит вот так. Всегда стараемся разворачиваться вот таким образом. То есть если мы пошли, как бы все равно вот. Начинаем. Молодец. Хорошо. Попробуем. Конечно. Попробуем. Так, ты всегда так делаешь, как будто, ну все. Конференция. Итак, налево ржем, направо 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 Ржем, направо